здравствуйте дорогие подписчики сейчас буквально подождем минутку-две чтобы как можно больше у вас подключилась сегодня Олег Геннадьевич специально запланировал для вас прямую трансляцию чтобы ответить на ваши вопросы пожалуйста если у вас есть какие-то сейчас вопросы задавайте готовьтесь мы постараемся на них ответить и зачитать пишите их в комментариях будем ждать вот здорово нас уже 760 человек еще мы буквально уже 800 буквально 10 20 секунд подождем и мы начнем и мы начнем с такой важной востребованной темы которую мы часто получаем от вас это как вернуть мужа или как вернуть жену часто вот сталкиваемся мы в жизни сложности в семейной жизни Олег Геннадьевич пожалуйста подскажите вот дайте какие-то отдельные советы что мы можем сделать данной ситуации первое что нужно понять что всегда когда близкий человек уходит это значит что действует моя судьба обычно люди думают что действует этот сам человек он сам меня бросил он виноват когда я так думаю что он виноват то вернуть невозможно или он хороший я думаю а я плохая там или он или допустим она хорошая допустим мужа жена ушла я плохой или наоборот она плохая я хороший ну то есть все время как бы или виноват я или виноват виновата она или он когда человек так настраивается вот на эту вот такую полярность то он никогда не сможет никого вернуть надо просто сначала от отлечься от этой полярности и поди понять что действует время что действует механика судьбы что это время разделяет вас и все остальное вот это поведение ваша и этого человека который вызывает вашу вину или его вину это все результат влияния времени это первое что нужно понять второе когда вы с помощью работы над собой молитвы поймете что действует время отстрагируетесь как бы от ситуации следующий этап победа над судьбой это понять что оно действует изнутри меня это время изнутри меня действует то есть моего прошлого это мое прошлое заставляет меня страдать это второй этап победа над судьбой и когда вы это вот все поняли вот это вот все поняли то дальше есть два варианта первый вариант есть тенденция что близкий человек вернется второй вариант такой тенденции нет и все зависит от того какое развитие сознанию вашего близкого человека если ваш близкий человек просто хочет наслаждаться жизнью а влюбленность между вами кончилась она кончается у всех людей то это значит что скорее всего не вернется потому что ему даже если вы нравитесь вы хороший человек он хочет наслаждаться жизнью хочет балдеть ему не хочется выполнять обязанности любить служить хочет просто балдеть и вы ему балдеть мешаете поэтому все что при между вами происходило это только повод того чтобы уйти а вы это все воспринимает что-то серьезно думаете а виноват чаще всего такие люди все сваливают на близкого человека они говорят ты виноват на самом деле а сами уходят только потому что не хотят наслаждаться жизнью главной причиной и если это так то они скорее всего никогда не вернуться даже если вы будете молиться и человеку будет как бы совестно он все равно не вернется пока он не захочет жить правильно такое возможно но когда он захочет жить правильно может быть через пять лет кто его знает а вам-то надо жить на сейчас секундочку зададим вопрос можете пожалуйста сказать как хорошо ли видно слышно вот сейчас ждем от вас ответа ответьте пожалуйста видно ли слышно все нормально все спасибо вам большое за обратную связь мы продолжаем тогда вот и поэтому вот часто люди они вот по-любому хотят вернуть близкого человека если близкий человек именно так настроен он не хочет как бы правды он не хочет любви не хочет глубины он хочешь просто балдеть от жизни а уйти у него просто повод какое-то событие там вы что-то не так сделали там как-то наступили ему на базу и все это явилось просто поводом для того чтобы уйти вот вчера допустим я общался с одной девушкой они решили расписываться с мужем и в уж раз неожиданно ушел и потом я посмотрел увидел что фотографии видно по человеку что человек просто хочет наслаждаться жизнью и она его потом встретила через какое-то время но он уже про нее забыл хотя они прожили три года вместе ну то есть это значит что человек недоразвит он не готов к семейной жизни и там вы можете сочинять все что угодно чтобы виноваты что то все но он просто не хочет если он не хочет семьи вы его не заставите никак не молитвой не любовью ничем не служением просто хочет балдеть он не хочет жить нормальной жизни это первый вариант второй вариант если человек хочет семьи он хочет жить нормальной жизни он хочет служить заботиться и так далее но действует плохая судьба и она его заставила совершить ошибку он влюбился допустим или вазы заставил совершить ошибку вы там сделали какую-то глупость по отношению к нему то тогда вы сначала отстраняетесь от ситуации понимаете что виновата время потом дальше еще больше углубляетесь молитву и достигаете понимания что это время вам вас мучает из-за того что вы в прошлом что-то совершили плохое когда вы это все поймете дальше вы должны просто молиться по той технике которую я объясняю просто читать молитву и по-доброму вести себя по отношению к человеку лучше всего строить с ним нейтральные отношения дружеские не навязчиво то есть не желая вернуть его назад не желая с ним что-то прояснить кто прав кто неправ разобраться просто простить его и ну как бы дружеские посылы там спасибо тебе за все вот я рад что ты у меня как бы все у нас было дружеские такие посылы благодарности хорошего настроения то есть человек сначала он будет дистанцироваться бояться отношения потом постепенно отношения установит сначала просто дружеские как бы и он будет говорить мы как бы с тобой просто друзья между нами ничего нет общего просто друзья но на самом деле это уже первый шаг победе дальше если вы молитесь человек начинает участвовать в вашей жизни он начинает спрашивать как у тебя дела у тебя все получается в жизни начинает помогать если он семье своей прошлой начинает помогать то это следующий уже шаг и последний шаг когда при наступает благоприятный период то у вас появляются опять какие-то интересы общие в жизни какое-то желание быть вместе раскаяние прощение и люди сходятся ну то есть это все возможно это факт но возможно только в том случае если вы в своей жизни живя с этим человеком развивали семью в сторону бога что вашей семье был бог была совесть а если вы просто жили балдели друг с другом работали там наслаждались жизнью там растили детей но при этом самосовершенствами не занимались нет гарантии что он вернется потому что направленность человека определяет этот момент направленность если человека в жизни правильная он может вернуться а если его большой ли геннадьевич посмотреть видео если увидите какие-то сбои вы зайдите на стене там идет сейчас трансляция и оттуда запустите также вы сейчас присылаете подарки они перед перегружают трансляцию вам лучше будет видно если вы не будете их нам сюда присылать спасибо вам большое за эти подарки вот спрашивают елена или геннадьевич как помочь родственям которые болеют на расстоянии молиться за них об их выздоровление знаете если вы молитесь о выздоровлении кого-то то вы отдаете свою энергию ему это неэффективно вы просто внутри появляются страхи и вы сами таете то есть вы получается пошли спасать человека а сами вместе с ним тонете это неэффективно вот николай из краматорска спрашивает что значит молиться за и тогда вы наполняете силой бога и просто вспоминая близкого человека в эту силу бога но с радостью вспоминаю о нем с радостью не с печалью в эту силу бога отдаете ему тогда яна спрашивает близкий человек говорит что чувствует только желание заботиться защищать оберегать относиться как родному человеку но ему это не нравится хочет страсти как быть подыгрывайте ему улыбайтесь ему ну то есть страсть нужна в жизни обязательно ну то есть улыбайтесь ему понимать человек не может только отдавать для него нужно что-то приятное делать влюбленность или вот это вот приятность должна быть обязательно в отношении из этого даже отношение сложно строить поэтому надо всегда девушка должна приятно красиво выглядеть улыбаться мужа всегда должна и строить глазки обязательно. Это тоже помогает жить. Не обязательно только забота. Это все главное. Забота, служение, верность. Это любовь. Настоящая глубина в отношениях. Но иногда надо так же и сделать так, чтобы улейскому человеку было приятно. Не надо игнорировать эти вещи. Спасибо большое. Вот София спрашивает. Добрый день, Олег Геннадьевич. Все мои мужчины, начиная со мной отношения, сразу перестают зарабатывать. Помогите ее решить. Заранее благодарю. Я также недавно слышал такой вопрос. Задавали. Вот парень спрашивает. Говорит, вот с девушкой начинаю встречаться так же с финансовой структурой. Есть две причины. Первая причина. Парень, когда с девушкой начинает храбрость, рассудительность, решимость. Он все теряет. Он становится как растение. Это первая причина. И вторая причина. Если девушка очень гиперактивна, то есть она как бы эту инициативу на себя перетягивает. И мужчина становится таким пассивным. Она за него решения принимает. Она все рулит всем. То есть он становится пассивным просто. Не может. Мужчина никогда сильнее женщины не может быть в отношениях. Поэтому идеальный вариант. Эта женщина чуть-чуть на расстоянии держится от парня. Не сильно ему позволяет любовь и желание развиваться. Становиться сильнее. Трудиться будет активнее, жизнерадостнее становится. И второе это быть пассивнее с ним. Дать ему возможность принимать решения. А самой стараться быть беспомощным рядом с мужчиной. Тогда он становится лучше. А вот Наталья спрашивает. Расскажите про значение ваших колец камней, которые у вас на руках. Значение простое. Они дают мне силы. Это камни. Это такая неорганизованная энергия. В ней нет интеллекта. Она просто имеет позитив или негатив. Драгоценные камни это камни, сотканные из позитива. Если ты правильно камни подбираешь, они дают тебе силы благости действовать. То есть дают тебе работоспособность. Спасибо. Вот Катерина Смирнова спрашивает. Скажите, как быть, если в разводе, но не может отпустить мысль, что-то со мной не так? Знаете, вот все ваши вопросы, они указывают на то, что вам не хватает атмосферы. Атмосферы какой-то, в которой бы вы смогли ну как бы стать сильной личностью, победить себя. И такие, как бы, варианты такие, вот такой атмосферы, это всегда не внутри своей клетки. То есть вам надо или в храм ходить, или на какие-то клубы ходить, вот, которые бы дали вам возможность, как бы, стать сильнее, вот. И, как бы, ну, есть также у нас вот фестиваль благость. Это одна из причин, почему я с вами тоже говорю. Вот. Я хочу объявить вам, что это как раз то самое место, на котором вы сможете избавиться от стресса, и, ну, возродиться, возродить свою жизнь, потому что это, как вот, знаете, растения в теплицу сажают, там все условия для роста, для развития, оно может очень сильно окрепнуть, стать сильным. Потом его высаживают уже в грунт, когда оно стало крепким, сильным, и тогда растение уже способно, как бы, быстро, сильно развиваться. А сначала оно может просто погибнуть. Точно так же человек, когда ему трудно, он совсем слаб, надо ездить на такие фестивали, как фестиваль «Благость», потому что две недели с 15 мая по 28 мая вы там будете находиться в этой атмосфере чистоты, то есть только благостные люди, порядка там 700-800 человек приедут. И они все, то есть, все с утра медитацией занимаются там, дальше идет физическая нагрузка, какая-то йога, цигун, проливание, потом вечером концерт, дети тоже, детский фестиваль «Благость», дети тоже развиваются, специальный преподаватель детский, мы привозим. Есть также у нас приедет академик по детскому воспитанию, Шалва Аманашили, он специалист по гуманной педагогике, и тоже расскажет, как с детьми, как бы, заниматься, очень благоприятно с детьми приезжать. Люди создают семьи на фестивале, много молодежи приезжает. Вот, мы помогаем им создавать семьи, то есть у нас есть астрологи, психологи, которые людям помогают знакомиться также. Вот, поэтому я вам рекомендую, вот, если у вас такая проблема, вы не можете восстановиться, приезжайте, и вот я вам гарантирую, что за две недели вы восстановитесь, потому что все это мы благодарим. Все-таки это курорт, там просто самолеты выйдете, за вами приедет, обязательно транспорт заберет, никаких, никаких, там полностью шикарное вегетарианское питание, на фестивале очень мощно, можно в любой момент приходить за добавками, там, вот, ну, обслуживание, детский, вот, вот, качели, всякие карусели, там, такой благоустроенный. Полтора месяца, получается, будет? Да, даже чуть меньше уже, чем через полтора месяца. Через месяц и 10 дней. Спасибо вам большое, Олег Геннадьевич, за такую интересную беседу. Вот Диляра тут спрашивает такой вопрос, а что делать, если муж помогает на расстоянии, но не желает терять свободу, поэтому решил пожить отдельно, при этом помогая деньгами, звонит через день. Ну вот все, вы, значит, на второй стадии находитесь, вам надо просто молиться и ждать. Вот я чувствую сейчас по вопросу, что у вас плохой период продолжается, думаю, что проявится, и возможность сближения начнется. Просто вы, как бы, не укоряйте его ни в чем. С дураком есть ли разные конфессии? Ну, надо понять две вещи. Первое, как человек этот относится к другим конфессиям, он считает, что Бог только в его вере или нет? Это принципиальный вопрос. Если он считает, что Бог только в его вере, рано или поздно это очень сильно будет разрушать себя. его наставник настроен так же, как и он, что Бог бывает в других верах, что разные веры это хорошо, это, ну, не только наша вера хорошо, другие тоже хорошо. Когда у человека такая позиция жизненная, то браки не разрушаются. Я знаю много примеров. Но если человек считает, что только в его вере Бог, и что все остальное это от сатаны, там и так далее, другие веры, это значит, что есть вероятность разрушения семьи. Очень высокая. Спасибо большое. Вот Татьяна спрашивает, как перестать скандалить с мамой? Вообще у нас хорошие отношения, но я вспыльчивая, а она упертая. Ругань только силой отнимает и все, и все. Но остановиться очень сложно. У нас сейчас уже другое мероприятие. Последний вопрос. Надо дистанцировать. Но единственный способ это дистанция. То есть всегда, когда мы с близкими людьми общаемся, надо понять один простой принцип. В отношении с близкими людьми никогда во время тяжелого периода не нужно слишком сильно сближаться. От этого боль возрастает неимоверно. Почувствовали, тяжело стало? Чуть-чуть подальше. Желайте счастья на расстоянии к близкому человеку. Ничего не проясняйте, ничего не выясняйте. Просто переждите. Молитесь, просите прощения, прощайте. Придет время и у вас все наладится. Но если вы будете выяснять, прояснять, когда идет такое очень жесткое влияние времени, просто разрушите отношения. Спасибо всем большое. На этом мы будем заканчивать сегодня. Спасибо вам большое. И цветущей весны.